Штрих – это немецкое слово, оно обозначает черта, линия, либо просто штрих. Выразительный элемент инструментальной техники – способ исполнения и зависящий от него характер звучания. Штрихи определяют характер, определяют тембр, атаку и другие характеристики звучания, а значит и те образы, которые создает сама музыка. Основные типы штрихов определились в практике игры на струнных, смычковых инструментах, прежде всего на скрипке, а их принципы и названия в дальнейшем уже были перенесены на другие виды исполнительства. А теперь подробнее. Штрихи обозначаются в нотах при помощи разнообразных точек, черточек и прочих знаков над или под нотами. Штрихи характеризуются следующими параметрами – это продолжительность, особенности атаки, характеристики затухания и другие особенности звучания звука. В большинстве случаев штрих относится к одной отдельной ноте и изменяет ее реальную продолжительность, в отличие от длительности, которая часто указывает только на время между атаками звуков. Итак, начнем с легата. Легата – это линия в виде дуги, начинающаяся от ноты, говорит о том, что звук нужно исполнять легата, то есть связанно, то есть взять со средней или мягкой атакой и не снимать, пока он не перейдет в следующий звук. Штрих также указывается лигой. В последнем случае имеется в виду, что все звуки играются этим штрихом, пока не закончится раздел в музыке или не будет иного указания. Если звук имеет мягкую атаку без дополнительного обозначения, то в данном случае это нон-легата. Нон-легата значит не связанное. Штрих нон-легата может быть также обозначен словами, но чаще всего на него указывают просто отсутствие каких-либо указаний и обозначений. Это единственный штрих, не имеющий собственного знака. При исполнении звук должен прекратиться до взятия следующего, но не очень сократиться по продолжительности, то есть мягкая атака. Штрих стакката. Стакката переводится как отрывисто. Штрих еще более укорачивающий звук, чем нон-легата. Его следует рассматривать как использование приблизительно 50% времени длительности ноты на звучание и 50% на паузу, дополняющую нерасходованное время длительности ноты. Под обычным стакката понимает еще обычное укорачивание времени звучания. Под острым стакката предельное укорачивание. Никаких обозначений этих видов стакката не существует. Эти обозначения могут использоваться в комментариях композитора или в методических указаниях автора произведения. Клиновидная стакката. Для различных инструментов этот штрих будет трактоваться по-разному, но для пианиста он будет точным аналогом обычного стакката, но будет исполняться немного острее, короче и более акцентированнее. Акцент в нон-легата представляет собой обычное нон-легата с более резкой атакой звука. Поскольку пианист не может в заметной степени изменить только одну атаку звука, то для пианиста этот штрих обозначает просто как бы более громкий звук. Тинута – это итальянское слово от итальянского тинерри – держать. Обозначается горизонтальной черточкой, то есть таким вот видом штриха. Обозначает точно выдержанную длительность ноты, при этом необходимость отделить звук от соседних вынуждает немного как бы превысить обозначенную длительность, немного даже нарушить ее равномерность метрической пульсации. Фермата – это остановка. В Италии вы можете, кстати, встретить это слово на остановке автобуса. Не совсем корректно относить фермата к штрихам, но поскольку производители компьютерного софта обычно помещают знак фермата в одно меню со штрихами, это стало как бы вполне уже логичным. Фермата обозначает увеличение продолжительности ноты или паузы. Величина точно не нормируется и определяется уже исполнителем в зависимости от характера произведения. Остановка на звуке происходит одним из двух способов – либо с сохранением темпа, либо с сохранением длительности. То есть темп начинает замедляться немножко раньше, нота становится самой медленной по темпу впоследствии, но сохраняющей исходное количество долей. А если еще перед ферматой стоит надпись «Замедлить», там «Ретинута», «Ретарданда», «Ролентанда», то используется второй способ, то есть, о котором я говорила, сохранение длительности, темп начинает замедляться раньше. А во всех остальных случаях используется первый способ. Иногда встречается знак фермата над тактовой чешечкой для обозначения люфта перед началом нового раздела музыки. Французская лига – лига, которая появилась в музыке у импрессионистов. Эта лига начинается от ноты и уходит в никуда. Такая лига должна плавно соединить звуки с тишиной. Добиться этого можно только дослужив до конца естественное угасание звука. Для исполнения следует нажать правую педаль и не снимать, пока звуки не затихнут ниже порога слышимости.